Только за первую неделю мая тверские СМИ опубликовали целый ряд материалов о чудовищных случаях издевательств над собаками и кошками сразу в нескольких городах Верхней Волжи. Растерзанные коты, замоченные до смерти псы. Результаты этих зверств зачастую наблюдают дети. Найти изуверов получается не всегда. К тому же, как бороться с живодерами? Лечить, отправлять в колонию или же штрафовать? Давно этот вопрос стал очень спорным. Мнение зоозащитников, врачей и чиновников выяснил наш корреспондент. Ржев, неизвестный живодер, поджег кошку. Затем в буквальном смысле насадил ее на палку, повредив толстую кишку. Чудом животное выжило, но ветеринарам пришлось ампутировать лапу и хвост. Несколькими днями позже труп замученной собаки. Окраина Вышнего Волочка заброшенный дом стал пыточный. Там несовершеннолетние дети обнаружили повешенную кошку со вспоротым брюхом. Кто эти зооинквизиторы, учинившие весь этот ужас, неизвестно. А этот верь, содержимое одного из роликов местного стримера, где он демонстрирует сомнительные методы воспитания своей кошки по имени Мася, возмутило пользователей соцсетей. А на днях случаем заинтересовался глава Думского комитета по экологии Владимир Бурматов. Это однозначно часть 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». С учетом того, что это было связано с выкладыванием в интернет, а интернет-трансляция является отягощающим обстоятельством. Мало того, что человек над животным издевается, он еще распространяет контент и пропагандирует жестокое обращение с животными. Как юрист могу сказать, что это до 5 лет лишения свободы. Так что творчество, если его можно так назвать, стримера, наберет просмотров, но за счет внимания сотрудников правоохранительных органов. Депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев считает, что тех, кто причиняет боли смерть животным, в том числе и докхантеров, нужно в обязательном порядке наказывать. Те люди, которые допускают жестокое, безнравственное, аморальное отношение к животным, это, конечно, такие люди должны корректироваться. И, видимо, даже в отдельных случаях им должны оказываться психиатрическая помощь. Ну и, конечно, они должны оказываться вне закона, и по ним должны приниматься жесткие в рамках закона решения, ход до решения свободы. Зоозащитник и администратор инициативной группы по защите животных Николай Морозов в курсе всех перечисленных случаев. Он уверен, что только изменения в законодательстве, предусматривающие ограничения на владение животным и реальное наказание, способны связать руки с живодером. В обязательном порядке вводить регистрацию. Нужно в обязательном порядке усложнять процедуру возможности приобретения и получения животного для людей. Конечно же, введение ответственности. То есть, 245-я понятно, но огромное количество случаев и ситуаций, когда, к сожалению, правоохранители не могут каким-либо образом воздействовать на людей, которые издеваются над животными, выбрасывают и так далее. Хайп как один из мотивов причинить боль братьям нашим меньшим. Кровь домашних питомцев проливается ради лайков. Но не всегда. Жестокое обращение с животными считают отклонением от нормы не только юристы и зоозащитники, но и врачи. Может быть, удовольствие как раз и связано не с тем, что животное страдает, а с тем, что ты имеешь власть над чужой жизнью. Каждый случай дифференцированно смотреть. Кто-то, наверное, будет нуждаться в принудительном, может быть, даже лечении. Кто-то просто в лечении, а кто-то и в заключении под стражу. Распознать человека, истерзывающего кошек, практически невозможно, считают специалисты. Специалисты. Живодером может оказаться вполне себе интеллигентный, вежливый сосед. Жестокости не бывает только к животным, предположим. Если человек жесток, он жесток ко всем. И рано или поздно он эту жестокость проявит. Другое дело то, что если это не является психическим заболеванием, а если человек ведет себя таким образом из-за своей распущенности или из-за расстройства личности, что не является болезнью в полном понимании, то, конечно, его выявить невозможно. Он будет очень дифференцированно подходить к вопросам. Где-то он будет мягкий и приятный, а где-то он будет вот таким жестоким. На днях депутаты Госдумы Владимир Бурматов и Павел Крашениников разработали проект поправок в Коап. Предлагается ввести штраф до 30 тысяч рублей за выбор с питомцев на улицу, до 50 за нарушение правил содержания животных в приютах, а живодеров штрафовать уже на сумму до 100 тысяч. Однако это самое «до» может подразумевать абсолютно любую сумму, хоть тысячу, хоть 99. И не факт, что штрафы остановят живодеров. Как могли бы это сделать страх – оказаться на скамье подсудимых или же на больничной койке психиатрической больницы. О ряде вопиющих случаев издевательств над животными, а также имеет ли право нажить бездомные собаки и кошки, читайте в материалах на информационном сайте «Панорама.Про». Возрастная категория – 18+.